Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, весна клонится к концу. Весна в этом году была очень необычной и по погоде, и по всему. И в том числе она очень необычно выдалась и в наших школах. Все мы понимаем почему. Почему? Онлайн-обучение из-за коронавируса. Четвертая четверть в этом году, а это была, знаете, наверное, каждый может себе запомнить, что впервые в жизни, впервые в истории человечества, да-да, онлайн-обучение. Ученики не посещали никакие парты, не садились за парты, ни школы. Все сидели дома у компьютеров, а может быть и не все. Не у всех все-таки есть компьютеры, об этом мы сегодня поговорим. И мы сегодня поговорим, подведем итоги вот этой необычной четвертой четверти, итоги этого ставшего необычным учебного года в наших школах. Вы можете задать свои вопросы по телефону 300-190-300-190, задавайте вопросы, спрашивайте, высказывайте ваше мнение, что вы думаете об итогах этого онлайн-обучения, уже можем подвести. Уже результаты первые, потому что скоро, совсем четвертый вечер, к радости школьников в первую очередь, наверное, и педагогов, им было тяжело тоже, закончится этот учебный год. И сегодня мы о нем и поговорим. Хочу представить гостей нашей студии. Это Оксана Николаевна Старовойтова, замдиректора гимназии номер 10 и учитель русского языка и литературы в этой гимназии. Добрый день. Добрый день. Это Татьяна Александровна Шумляева, начальник отдела содержания образования и воспитательной работы управления образованием администрации Твери. Добрый день. Добрый день. И еще один представитель нашей замечательной гимназии номер 10, это ее директор Ирина Владимировна Садовая, директор гимназии номер 10. Добрый день. День добрый. Рада приветствовать. Дамы, спасибо большое, что нашли время. Я знаю, у вас сейчас тоже хлопот просто полон рот. Действительно, конец сезона, большая ответственность. И хочу все-таки ваше мнение. Первый вопрос. Что вы, как люди, которые погружены непосредственно в эту работу, я на все эти стороны смотрю, а вы непосредственно там, внутри этого процесса, что вы можете сказать про эту четвертую четверть? Конечно, мы с начала года, с начала третьей четверти, мы еще не знали и не понимали, что система образования коснется такая большая, скажем так, проблема. Конечно, все школы у нас понимали и работали в системе дистанционного обучения, но это был единичный случай. Это с детьми, которые либо вынуждены были уехать из города, например, спортсмены наши, либо дети, которые по состоянию здоровья на дому находились на обучении. Ну да, приболел на дому. То есть у школ был такой опыт, но это единичный опыт. Он был уже все-таки. То есть, кстати говоря, верно я понимаю, что сейчас нет такой проблемы, в мое время, помню, если человек заболевал серьезно, желтуха та же самая, он автоматически-то все, диагноз, то, что человек на второй год остается. У меня такие были ровесники. Сейчас этого можно избежать? Конечно. Классно стало теперь, да. Все-таки информационные технологии нам позволяют это сделать. И многие учителя, особенно молодые, учителя, которые с техникой на «ты», они интересны. Интересен даже процесс. И, конечно же, они в этом разбираются и проходили курсы повышения квалификации. Но в конце третьей четверти мы узнали, что все массово мы должны перейти на такой формат обучения. Мы, конечно, для себя его не называем дистанционное обучение, мы называем его либо электронное обучение, либо, скажем так, удаленное. Обучение на удаленке. На удаленке. Конечно, наш помощник — это было время. Время — это весенние каникулы. Весенние каникулы... То есть для кого каникулы? Для вас упряженная работа. Конечно. Все школы, все педагоги мобилизовались, потому что им необходимо было перестроиться. Необходимо было пройти обучение. И те же молодые наши педагоги, которые прошли заранее такие курсы, которые работали в данной системе, обучали педагогов, которые боялись, можно сказать, новых технологий. Но ничего, все справились. Прошли многие обучения, все понимают, что это необходимо. Конечно, мы надеялись, что, может быть, неделю мы в таком формате будем работать. А, то есть никто не думал, что вся четверть? Может быть, две недели. Может быть, три, четыре. Но оказалось, что... Дети-то точно не думали. Дети думали, что они еще придут и вернутся за парты. Оказалось, что до конца года мы работаем в таком формате. Первая неделя была самая сложная, потому что это была организованная неделя. Все школы, управление образованием вели мониторинг ежедневный, как мы работаем, в чем проблема. Потому что мы прогнозировали одни проблемы, ежедневно сталкивались с другими проблемами. Конечно, и звонки были от родителей, и они сейчас поступают. Потому что ежедневно проблема одна сменяет другую. Но я хочу поблагодарить весь педагогический коллектив нашего города и родителей, которые входили в ситуацию, мобилизовались и искали пути и выходы. Конечно, пришлось изучать все возможности нашего интернета, педагога, учащимся тоже. Потому что мы, наверное, сами раньше не знали, что возможности настолько огромные. Очень много различных платформ оказалось. Очень много каких-то функций и возможностей оказалось. Конечно, хотелось применить все не сразу. Но понимаешь, что не можем это сделать. Потому что у всех и детей разные возможности, и у школ разные возможности, и у педагогов разные возможности. Еще какая проблема? Нам приходилось еще и выполнять режим самоизоляции. Многие педагоги 65+. То есть шла работа на дому. И она сейчас осуществляется на дому, на удаленке. И поэтому и техническая сторона не всегда удается решить эти проблемы на удаленке. То есть технический специалист не может где-то помочь вовремя педагогу. Но эти проблемы решаем. Все равно решаются. Трудно. Ну, можно сказать о положительном все-таки эффекте. Да, мы обязательно про положительное говорим. Вот в вашей гимназии конкретно много педагогов было, которые, во-первых, сами вынуждены были уйти на удаленку, потому что возраст 65+. И, соответственно, тех, кто был не совсем на «ты» с интернет-технологиями. Вы знаете как? Вот те кадры, те, которые мы говорим, там 65+, или еще что-то, в нашей гимназии работают очень ответственные педагоги. Если есть какие-то проблемы, вы можете быть не то что на 100, на 200% быть уверены, что именно эти педагоги в первую очередь решали и справлялись с этими задачами. Каким образом? Быстро в школе есть ассистент, технический специалист, который отвечает на все вопросы, который поможет разрулить технические неполадки неурядицы. Один педагог сказал, да, я справлюсь с этим, взял ноутбук домой и из дома работаю. Другой педагог сказал, нет, я буду в школе, да, и тогда было оборудованное рабочее место, где все технические возможности и где помощь технического специалиста была каждый день. Вот ответственность у людей, у педагогов, знаете, она настолько высока, что сказать о том, что какой-то предмет остался в загоне, невозможно. Каждый предмет, каждый класс, каждый урок все-таки отработаны. Я на этом моменте хотела бы отметить такую вот, может быть, уплывающую, скользящую мысль. Вот о чем? Что мышление наше, которое было привычное, вот мы пришли на урок, выдали новый материал, вот мы его повторили, вот мы его закрепили, провели проверочные какие-то мероприятия. И этот вот алгоритм, его при этой дистанционной работе пришлось немного менять, адаптировать. И перестроиться нужно было педагогам совсем на другой формат. Потому что полностью вот этот урок, который очный, провести его полностью в таком же формате, да, дистанционно, нереально невозможно. Нужны другие подходы нужны, да, другие формы работы. Вот это было сложно. Но, тем не менее, к концу года мы поняли, что очень углубляться именно в эту техническую часть, когда ведется видеоурок, конференция, зум и так далее, не стоит. Есть еще и формы работы ученика с учебником, да. То есть техническая часть – это одна сторона медали, и она хороша, и можно пользоваться всеми широкими возможностями. Но здесь на первый план выходит самостоятельная работа ребенка. Это очень хорошо. Он, ребенок, сейчас понимает, что учитель-то ему поможет, ответит на вопрос, если ребенок задаст. Но на первый план выходит и он сам, его собственные индивидуальные качества. И он в ответе сейчас за то, какой у него результат в конце четверти будет. Александра Николаевна, ну вот у вас предмет такой – русский язык и литература. Он, в принципе, предполагает выступление перед школьниками обязательно. И самое главное, он предполагает еще и активную работу школьников. А в чем будет она активная? Мы поговорим после рекламы. У нас буквально, дорогие телезрители, не переключайтесь. Несколько минут рекламы. Мы сегодня подводим итоги четвертой необычной четверти в режиме онлайн. Звоните нам в телефон 3190, а пока реклама. Итак, снова в эфире программа «Тема дня». Мы сегодня подводим итоги онлайн-обучения в школах, а именно четвертой четверти. Ну и вообще всего учебного года, который уже совсем скоро закончится. Итак, Оксана Николаевна, вот русский язык и литература. Вот когда вас вызывает директор, Ирина Владимировна, так надо будет перейти на онлайн-обучение. Вот первые мысли, какие были, что, как? Да нет, ну страха-то никакого не было. Я хотела сказать, что немножечко сначала вообще об этих платформах. Вот вы сказали, да, что много их, и на самом деле ресурсов много, самых разных. И даже, наверное, все мы готовились, но как всегда это неожиданно бывает. И не знали всех даже возможностей, которые есть в интернете, и всех тех ресурсов, которые можно использовать в работе. Поэтому появилось искушение, и хотелось даже воспользоваться и тем, и другим, и третьим. И, наверное, первое время как раз каждому из учителей, не только учителям русского языка и литературы, а всем, пришлось провести такую работу по оптимизации этих ресурсов. Что лучше работает, что мощнее и не зависает, да, где есть возможности технические. Перебью, у нас у кого-то телезрители, как радость, не зависает телефон, нам звонят. Звонок в студию, мне передают мои коллеги. Да, здравствуйте, слушаем вас, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Яковлева Светлана Леонидовна. Еду в машине, слышу знакомые голоса на радиостудии. Узнала и директора, и Оксану Николаевну. А вы маму, да, одного из учеников? Да, у меня двое детей учатся в 10-й гимназии. Дети мои Светина Макар, Светина Анна. Я бы хотела сказать большое спасибо, потому что организовали дистанционное или удаленное обучение очень хорошо. За исключением того, что вот в первую неделю очень виселектронный журнал. Это единственный минус, который я могу назвать. Девочка учится в первом классе. Очень наглядно организовано преподавание, то есть материал, который присылает нам учительница, доступен и родителям, и ребенку. Что касается более старшего ребенка, это средняя школа, то есть и онлайн-уроки. Особенно хотелось бы отметить урок английского языка. То есть ребенок восторгом занимается. А что касается остальных дисциплин, то есть и онлайн-уроки, и платформы, на которых все организовано. И можно и послушать. И, наверное, хотелось бы отметить еще то, что учителя отвечают на личные сообщения детей очень быстро и доступны ребенку. Всегда можно что-то спросить, получить ответ, дальше решить, исправить. Спасибо, дорогие учителя. Вам спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо за теплые слова. Так все-таки вы говорите, что оказалось много платформ. Да, и пришлось что-то отбирать, что более эффективно работает, что подходит определенным возрастным категориям детей. То, что подходит больше старшеклассникам, не совсем устраивает как раз среднее звено, и тем более уж начальную школу. Но начальная школа, мне кажется, вообще оказалась в самом сложном таком положении, потому что это настолько кропотливая работа, когда деткам этим маленьким нужно все проговаривать и объяснять, и поэтому здесь, наверное, больше всего оказались включенными именно в онлайн обучение дети и учителя. А вот в среднем... И родители. Да, и очень хорошо, и спасибо родителям, которые тоже ответственно к этому отнеслись. Вот не случайно мы и говорим, что мы все участники одного образовательного пространства, да, как сейчас это и принято. Не только, что учителя отвечают за обучение детей, а вот родители тоже действительно очень активно к этому подключились. Если что-то не получалось у детей, то действительно это шел очень такой прямой диалог, вплоть до индивидуальных консультаций, когда учитель консультировал ребенка и подробно какие-то замечания делал по работе и так далее, делал инструкции, как работать дальше. И родителям в первую очередь спасибо, что они смогли организовать пространство детей. Ведь многие родители все равно оказались на работе, да, не все же присутствовали дома. И самая как раз проблема – это учеников начальных классов сорганизовать, кому пришлось самостоятельно работать. Это значит, нужно было освоить все ресурсы, куда ему нужно выйти. В электронный журнал самостоятельно, там на Zoom, на платформу «Я класс» и так далее. Вот в среднем звене у меня хорошо мне понравились используемые ресурсы и очень мощный такой ресурс – это «Яндекс». «Яндекс» есть учебник, где занятия в такой тестовой форме, когда уже отрабатываются детьми навыки. Но есть возможности тоже проведения онлайн-уроков и там. А для старшеклассников очень хорошая сейчас тоже имиджи сформирована платформа, причем это все было в бесплатном доступе, в бесплатном формате. И оно и сейчас есть. Это онлайн-уроки, очень хорошие уроки, видео, где ведут преподаватели очень известные, именитые, московские преподаватели и вузов, и школ, ученики, которые являются победителями Олимпиад, студенты. То есть качественная такая подготовка идет, и она даже так и называется – подготовка к ЕГЭ по разным предметам. Поэтому вот на такие уроки, ссылки, которые идут каждый день по расписанию в прямом эфире, мы тоже делаем такие ссылки. Конечно, и сами стараемся что-то вести. И есть, конечно, ресурсы, которые просто ссылками даются детям, что они самостоятельно могут посмотреть эти небольшие видеосюжеты в виде презентации каких-то и так далее. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, что вы говорите, как же можно все-таки литературу-то, да? Вот начальная школа, я обо всех просто скажу, да, просто такой креатив проявляют у нас, что они записывают аудиофайлы с хорошим чтением, с художественным чтением деток. Нет, я имею в виду учителя сами, начитывают тексты на музыкальном фоне и так далее. Дети и здесь проявляют тоже креативность. Когда мы задаем, хотя стараемся, вот я, например, стараюсь все-таки писать, ну, по желанию, потому что всех, ну, не могу я в таком формате обучения, да, там, попросить выучить что-то наизусть. Но некоторые, по желанию, есть задания, художественные, да. Есть сейчас, вот как раз в новом формате обучения, очень много индивидуальных заданий, особенно старшеклассников. А диктант тот самый, который мы в Урсе все были по русскому языку, как он? Ну, диктантов вот сейчас как раз получается, что невозможно сейчас. То есть диктанты украли с учеником до свидания? Нет, мы можем провести диктант, но он не может быть ни контрольным, ни каким, да, это просто для самопроверки. А в этом проверке, изложение опять-таки? Да, конечно, такого сейчас вот в этом формате это невозможно. Сочинения пишут, да, наши дети, конечно. Вот, и наизусть проявляют просто такие креативные вещи, когда записывают не просто аудиофайл, да, а видеофайл. Некоторые с родителями вместе, вот сейчас у нас были темы, когда военная поэзия, да, и которая на музыку тоже положена. И это песни родители вместе с детьми пели песни, исполняли о Великой Отечественной войне, эти видеофайлы присылали. Вот, то есть и родители подключились к этому, так креативно к этому отнеслись. Вот, ну а в основном, конечно, в старшем звене, у меня вот профиль литературы, да, у старшеклассников, 11 класс в этом году, вообще профиль такой всегда немногочисленный. Но сдают 8 человек, у нас это не каждый год бывает, что столько литературу сдают. Мы с ними общаемся, конечно, посредством вот таких онлайн-платформ, как Zoom, Skype, WhatsApp, и мы можем, ну так, и час, и два поговорить, потому что мы люди заинтересованные, да, и нам есть о чем говорить. И то, что формат, который не характерен для средней вот школы, а здесь очень хорошо работает. Поэтому вот по литературе и вот так можем работать, когда устраиваем прямую беседу, вот онлайн-урок. Ну, а читать уж тут, конечно, что мы только рекомендуем, да, детям, как уж они. Ирина Владимировна, а вот в целом вам вот педагоги доносили ситуацию, ну, были случаи, когда, допустим, ну, вплоть до того, что у кого-то, может быть, даже компьютер не оказывался и так далее? Ситуации были самые разные. Самые разные, да, начиная от того, что есть все, да, вот эта крайность, да, и другая крайность, когда многодетная семья, мама с папой тоже, если на удаленке им тоже работать нужно, и нескольким деткам обеспечить вот это рабочее место. Вот, были просьбы к школе, когда, с просьбой о помощи, да, помогите оборудовать, и школа пошла на такой шаг, да, что мы ноутбуки выдали в семье, в семье под расписку, и дети могут иметь возможность заниматься за отдельным своим рабочим местом. Вот, но кроме того, что речь идет о ноутбуке, есть же еще речь о том, что интернет, да, есть семьи, которые отправили своих деток к бабушкам, к дедушкам, да, за пределы города. Вот, и тогда идет нарушение связи, да, но и тем не менее, что даже при таких ситуациях все равно ищут выход из положения. То есть, если это не интернет, это телефонная связь, если уж это не телефонная связь, то можно, то можно даже, вы знаете, как, можно передать записи ребенка. Мама с бабушкой передает задания, те, которые она в городе здесь получила, ребенок у бабушки там на той же даче, я не знаю, где они там за городом, да, проживают, вот, выполняют эти записи, передаются, сдаются на проверку педагогу. Выход есть всегда, если есть желание участников образовательного процесса. Но для, вот, городского, скажем так, да, образовательного учреждения, у меня такое сложилось впечатление, что все нашли этот выход. Все нашли этот выход. Таких деток потерянных, которые бы оказались за бортом на сегодняшний день, ну, я не скажу за всю область, да, Татьяна Александровна, да, но могу сказать, допустим, про наших деток, именно 10-й гимназии. У нас за бортом деток не оказалось, все хорошо. Татьяна Александровна, за бортом в городе оказались детки или все проблемы? Нет, все, каждый, каждый ребенок на контроле. Конечно, проблемы были именно вот с мобильной связью, может быть, с интернетом. У нас в городе бывает интернет плохо, Паша, что же там говорят за город, я даже не беру эти истории. Все, во-первых, большое спасибо родителям, потому что в основном пришли нам на помощь, наши мессенджеры, это WhatsApp, Viber. Родители детям помогают и фотографируют работы, отправляют. А если это не ВИЧ? А если это соседская Катька написала должник у вас? Нет, учителя знают. Учителя все-таки, и все-таки мы даже про это не думали, что кто-то может так слукавить. Ну, какое-то святое дело для школьника смухлевать. Возможно, может быть, такие случаи были. Ну, если в школе это ухитряют списывать друг у друга, это нормально. Здесь идет все-таки такой процесс, что идет все-таки доверие. Если ребенок себе такое позволил, ну что ж, это тоже жизнь, наверное. Учиться в нашей жизни, как приспосабливаться, тоже один из науков. Ну, скажем так, конечно, неправильно, но все-таки. Нет, но мы, конечно, учитываем, я извиняюсь. Мы, конечно, учитываем, что в такой ситуации понятно, что такая объективность оценки, она несколько такая плавающая. Несколько субъективно. Да, конечно, мы все тоже учителя, мы это учитываем, тем более, ну, каждый как бы тоже знает, да, и возможности детей, и какие от них ожидать работы. Все равно учитель это все знает, каждого своего ученика. Ну, а такой формат, как, опять-таки, вот литература за стихотворение наизусть, тоже ушел или остался? В смысле, стихотворение наизусть, вот, я вам уже рассказала, что они это могут прислать и в аудио, в видеофайле, и чтобы это было художественное чтение. Уж если осталось просто аудиофайл, я, конечно, не вижу, что он на самом деле наизусть рассказывает или нет, но для меня очень важно, чтобы это было тогда художественное чтение, чтобы это было артистично и читают. Поверьте. Все-таки мы все сработаем на доверие. А, то есть четвертая червь, она такая стала четвертью доверия. Ну, есть такое, да. Приходится, тоже, знаете, элемент воспитания, когда ребенок знает, что учитель ему доверяет. Если ты слукавил, то, извините, это на вашей совести. Ну, у всех на совести. Ученик, наш дорогой. Это было во все времена. И сейчас присутствует. Но, опять же, учитель должен доверять своему ученику. И, в принципе, сейчас это и происходит. Проверим сентябрь. Ну, если это письменная работа... Проверим сентябрь. Вот, очень хорошо, да. Хорошая сказа итоговая. А так, если это письменная работа, то можно потом и устно пообщаться, и задать вопросы воочию, и нужно будет ответить на них. Так что все сомнения учителя снимутся, если даже они были, когда ребенок ответит. Конечно, здесь еще контролирующая часть ложится на родителей. Мне, конечно, повезло, ребенок мой старшеклассник, и я в процессе дистанционного обучения не так задействована, как родители начальных классов. Но контроль ложится все равно на меня. То есть я должна прийти, посмотреть, что задано в электронном журнале, спросить, выучил ты стих, расскажи. Рассказывает, потом уже записывает на аудио, отправляет учителю и так далее. То есть я, как родитель, я заинтересована, что мой ребенок освоил учебный материал. Учитель сам делает вывод, на какую оценку он освоил. Там слукавил, не слукавил. Но я, как родитель, я заинтересованное лицо. Поэтому я контролирую. Таким образом, сегодня в студии не только педагоги и чиновники, а еще и родители. Конечно. Мы все родители. То есть у вас у всех учатся в школе? Разные дети у нас уже. И разного возраста. И мы этот процесс видим тоже изнутри. Да, что очень важно, на самом деле. То есть, опять-таки, вам что хорошо, все недочеты, какие все-таки бывают, вы видите изнутри. И как мама, можете прийти на следующий день в управление правилами. Так, товарищи. Такая проблема возникла? Ну, конечно. Я не пользуюсь своим, не запрямляю. Нет, ни в коем мире, наоборот. Вы как наоборот, вам это позволяет делать. То есть это, наоборот, плюс. Да, я вижу сам процесс. Вы видите доставки вашей работы, организации. Вы, собственно говоря, вы можете это оценить. И можно вовремя вмешаться. Вовремя. Мы, конечно же, общаемся с коллегами, делимся опытом. Потому что у всех по-разному. У каждой школы своя модель выстроена. А как у вас? А вы как? А вы что делаете? А вы как передаете материал? У вас как уроки проходят? Это взаимосвязь постоянно идет, происходит. Дорогие педагоги, скажите, насколько вам сложнее стало работать? Ну, наверное, может быть, и мне ближе, когда. Тем более по такому предмету, педагогу. Наверное, всем все равно стало сложнее. Нагрузка действительно больше у учителей. Конечно. Это и более все равно такая подготовка сложная. Потому что нужно предусмотреть все моменты, если что-то вдруг в онлайне даже не так пошло. А если вообще не пошло, значит, надо вообще по-другому перестроить урок. И не только в этом смысле. Очень много теперь обратной связи, именно индивидуальной, которой надо ошибки, вот нам, как словесникам. Когда ты проверяешь работу, это же надо каждому написать, все объяснить, обосновать эту оценку, которую ты поставила. А почему обосновать надо? А как, если я поставила тройку или что? Так вот, как раз, если я проверила тетрадочку, у меня все ошибочки там вынесены. А здесь-то, если он мне прислал фотографию этой работы, я же на фотографии не отмечу ошибочки. И поэтому все ошибки, все недочеты приходится индивидуально всем комментировать. И более того, если какие-то вопросы возникают у ученика, он их еще с обратной связью дает нам, и мы вынуждены отвечать. Поэтому, конечно, у словесников еще больше нагрузка, потому что работы старшеклассников крупного объема сочинения и проверочной работы, они всегда сложны, и всегда нагрузка у учителей русской литературы в этом плане больше. А сейчас это стало действительно еще тяжелее. Ну и у тех же учителей, опять же, начальной школы, да, я скажу, что там по всем предметам нужно тоже проверять. И у каждого ребенка какие-то вот такие ошибки и описки, к которым очень они щепетильно относятся, это еще, опять же, больше нагрузка. Вот, поэтому времени уходит больше. Находишься за компьютером больше. Это влияет, вот кто в возрасте, конечно, учителя, и на состояние здоровья их. Да, это и какие-то вопросы такие, знаете, медицинского характера. Конечно, да. Вовремя, урок может встать, пройтись, пока что-то объясняешь, что там Татьяна имела в виду, когда писала Онегина. Да, ну даже если это не онлайн урок, а только проверка, все равно ты больше времени находишься вот в таком интересном. Еще одно дело проверять бумажный вариант текста. Ручкой поправить можно, сделать какие-то заметки. А другое дело, когда перед тобой электронный вариант текста. Во-первых, он плохо читаем. Не все учащиеся почерк разборчиво имеют. У тебя педагоги должны были научить почерк. Ну, не всегда, все это индивидуально. Опять же, ручкой. Может быть, светло-чернило плохо читаемо. Нюансы есть, такие нюансы. Особенно русоведы, математики, которым приходится проверять большой объем работ. Особенно при очном обучении можно проверять выборочно. Во-первых, ты ребенка можешь спросить и на уроке, оценку поставить. Вася, Петя сдаете сегодня домашнюю работу, а вы завтра сдадите. То в формате, в таком онлайн обучении. Работы проверяются у всех. То есть, все дети сдают. Это значит, необходимо проверить у всех, кто сдал. Нет, но мы выборочно тоже проверяем. Если это просто текущая, рабочая какая-то, да, работа просто домашняя, непроверочная, то они тоже могут индивидуально проверяться. Но все равно, конечно, проверочные мы делаем, и их тоже хватает. И объем в целом проверки действительно увеличился. Это стало сложнее. Так что сама работа стала сложнее учителей. Рина Владимировна, а вот мне больше всего интересно, а такой предмет, как физкультура? Как его можно проводить онлайн? Потому что, ну, сколько я себя помню, физкультура, это тут, в принципе, ну, дома можно разве что отжимания, приседания сделать. Потому что даже в подтягивании уже турник не у всех есть, прыжки в высоту, тем более. Игровая дисциплина, вообще, до свидания. Все мы за счетку раздавали бег. Никакие ни 60 метров, ни 100, тем более эти ужасные 3 километра. Лыжи, я вообще молчу, и так далее. Да, лыжи, собственно говоря, нынешней зимой тоже, до свидания. Ну, короче говоря, а чем физруки-то занимались? Учителя физкультуры оказались в такой непростой ситуации, и даже в начале четвертой четверти оказались перед соблазном, ну, задать все, да, видео, уроки каких-то, возможно, комплексов тренировочных, там, задать рефератов на все темы по истории физической культуры и так далее. Ну, вот, 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 я переверну, я слушаю рефераты, мы никаких рефератов вообще не писали, у меня тетрадки не было, физкультура. Тем не менее, все-таки за... Физкультура – это научить человека быстрее, выше, сильнее прыгать, бегать. За апрель месяц выкристаллизовалась эта система и подход, какой должен быть. Могу даже поделиться своим личным опытом. Я врачу ребенка, который сейчас учится в школе. По физической культуре комплексы на разные группы мышц все это присылается. Ребенок это все выполняет. На видео, в смысле, снимает? Вы знаете, в видео все-таки тут щепетильный вопрос. Я бы сказала, что все очень зависит и от родителей. Не каждый родитель согласен, чтобы видео из дома пошло. Вдруг чиновник, а у него там еще золотой унитаз. Ну нет, давайте не будем это. Я понимаю, но еще раз, я тогда задание 20 раз прослеживаю. Можно еще раз секундочку сказать, что у меня сложилось впечатление, что ребенок до вот этого дистанционного обучения не выполнял столько этих комплексов, как сейчас. А как проверить то, что он выполнил? Опять доверие? Да, вы опять уходите. Ведь на этот вопрос мы с вами проговорили, что у нас есть доверие. Сколько минут ты выполнял, да, можно сказать, сообщить. Вы думаете, что у нас прямо сейчас все отличники стали? Нет, они никогда не были. Это физически быть не может. Но я еще раз говорю, как проверить? Вот написал сочинение, можно. Задачку тоже поняли. Сфотографировал, прислал. Но как проверить, что он 20 раз подтянулся? Ну, не подтянулся, это слишком много, не важно, присел. Ну, мы к этому доверию сейчас возвращаемся. То есть он физруку. Я присела вам, Петрович, не волнуйтесь. Видео можно присылать, некоторые присылают, но требовать в обязательном порядке этого мы не можем. Мы не имеем права. Вы скажите, есть еще платформы. Да, да. Точно так же, как по литературе, по русскому, по тематике, платформы есть по физкультуре. Там очень интересные уроки, очень интересные уроки на той же платформе «Российская электронная школа», ну, например. Уроки, где рассказываются сюжеты о спортивном движении, об олимпийских играх. Ну, вы же спросили, а разные формы у нас есть. А вы хотите сказать, что называется «И в мирное время» на физкультуре пишут какие-то сочинения? Вы знаете, они не пишут сочинения. Нет, они не пишут сочинения, но бывают такие ситуации жизненные, когда ребенок после болезни вышел. Это я не спорю. Но когда он освобожден от физкультуры, это не значит, что он не посещает уроков. Я понимаю, что он не сидит на скамечке. Он на уроки ходит, да, и есть учебники. Учебники есть и по этому предмету. Он может как раз в это время почитать учебник, изучить что-то, и учителю рассказать и в устной форме, в том числе и в виде домашней работы тоже сделать определенное сообщение или какое-то небольшое. Реферат, конечно, громко звучит, да, потому что это предполагает определенный объем работы. Но какое-то сообщение даже в виде письменном по физкультуре, по технике, например, прыжка какого-то, да, техника прыжка, вот сейчас у моего ребенка, например, тоже это было. Как это, с места есть, да, прыжок, а есть с разбега. С разбега, да, нужно технику описать, как это сделать, какие упражнения для этого делаются, для подготовки, и как происходит этот сам прыжок для того, чтобы он был наиболее таким... Я понял. И за это тоже ставятся оценки. Я понимаю, но практика-то есть какая-то? Или четверть четверть сугубо теории в физкультуре осталось? Нет, вот все, что мы вам рассказали, есть и то, и другое, и третье. Ну, практика на доверие. Ну, дают, да, отжимания. Я отжал структуру. Да, но если говорить о том, что двигательная активность снизилась, конечно, однозначно. Да, это ходит в сущность культуры, исключительно в двигательной активности. Но так если мы все оказались в таком сейчас положении, да, когда всех самоизолировали, на карантин посадили, и все вынуждены находиться вот в этом пространстве ограниченном. Поэтому тут это так или иначе, все равно двигательная активность снизилась. Поэтому вот такие формы, о которых мы рассказали сейчас, которые были предложены, они дают возможность все-таки ребенка аттестовать и по такому предмету. Атестовать-то можно, только он не научился двигать. А также, согласны, значит, все будет компенсироваться. Есть исключение из правил. Понимаете, для того, чтобы прийти к практике, необходимо знать теорию. Физикультура – это целая наука, которая, прежде чем прийти к комплексу, выполнять к какому-то комплексу, ты должен знать, как ты правильно это сделаешь, как это называется, это ульяное упражнение. Например, дается задание, опять же, на своем примере, разработать комплекс упражнений. Например, на какую-то определенную мышцу. Нет, почему? Ребенок должен подумать, ага, мне надо разработать, мышцы подкачать, например, какого-то определенного, ну, не могу вам сказать правильно, как это звучит. Это ульяное упражнение, а с ланки, да? То есть, укрепление пресса. Например, должен правильно встать. И даже продемонстрировать это. Я верю, я буду теоретически, но в общем, все равно, вот я считаю, я вас послушал внимательно. Что пострадало. Да, федераль это однозначно связывается практически. А музыка тогда? Музыка, да, согласен. Мы можем отнести к этому. Такой вот вопрос, я к чему все это клоню. На ваш взгляд, в целом, все-таки, качество обучения пострадало? Ну, чего уж нам говорить. Ну, конечно, есть такой момент. Оно не такого качества, как это было. Ты, естественно, не помнила по вине педагогов, потому что, что, называется, все попали. Объективная причина. Да, объективная причина. То есть, как ни крути, а в четвертой четверти наши дети, ну, хуже учились. Не потому что, опять-таки, они плохие. Они не хуже учились. Они были лишены зачастую возможности, а в силу объективных причин, учиться нормально. Понимаете, мы приобрели в этой четвертой четверти много плюсов. Дети научились работать самостоятельно. Дети узнали о тех возможностях интернета, которых не знали ранее. Это учебные платформы различные. Это различные онлайн-музеи, которые можно было виртуально посетить. Это вся копилка нашей советского кино, литературе, если касаться. То есть, смотрим Чехова, смотрим Толстого, фильмы и так далее. Дети не все к этому были готовы до перехода на онлайн-режим. Жизнь заставила. Может, у них и времени не хватало. Да, они научились делать презентации даже самостоятельно. В школе их учили, но жизнь особо не заставляла, они этого не делали. Здесь пришлось. Они научились подключать видеокамеры те же самые. Они научились работать с серксом, сканером и так далее. Это большой плюс. Это те навыки, которые нам нужны в жизни. Понимаете? Это мы считаем... Во-первых, наши педагоги много освоили за этот период. Дети освоили. Ну и родители тоже освоили. Думаю, тоже за этот период очень многое. Они поняли, что современное образование это не так просто. Они почувствовали себя в роли учителя в какой-то степени. А вы в роли родителей. Мы всегда себя чувствуем. Но просто хотелось бы добавить, что при всех тех плюсах, о чем сказала Татьяна Александровна, мы, конечно, все равно понимаем, и я думаю, понимают все педагоги и все родители, что это хорошо использовать как одну из форм обучения. И, конечно, действительно, эти какие-то открытия, которые сделаны новые, они хороши. Но обязательно нужно, чтобы обучение было не дистанционным, а настоящим. Когда есть общение детей с детьми, с педагогом. Потому что это не только знание какая-то передача. Это же все равно и воспитательный момент. И вот это чувство коллективизма. А дети, вы знаете, как они хотят в школу. Они очень скучают. И очень хотят. И к своим одноклассникам, и к учителям. И поэтому, конечно, всем этого очень не хватает. Мы очень надеемся, что мы будем учиться. Подойдет к концу, и сентябрь мы выйдем и сядем за парты. Ну вот сейчас, да, все-таки подошел к концу учебный год. Скажите, ЕГЭ, ОГЭ будет или нет? Всем интересно. 29 мая мы завершаем учебный год. С 1 по 11 класс. Еще сразу забегу вперед. 29 мая у нас пройдет последний звонок, праздник. Последний звонок. Я тоже хотел отдельно спросить. Но в режиме онлайн. Это как? У каждого, на своем уровне, каждый продумывает. Каждая школа, свой формат в режиме таком вот дистанционном. На уровне города тоже это будет свой праздник. И на уровне Тверской области также запланированы такие мероприятия. Как это будет все проходить? Я думаю, пока останется. Пусть будет интригой. Но празднику быть. Ну будет. Праздник будет, да. Что касается проведения государственной итоговой аттестации для наших девятиклассников. Ее отменили. Государственную итоговую аттестацию для девятиклассников. Они получат аттестаты в начале июня на основании годовых своих оценок. То, как они обучались с 1 по 9 класс. То есть все будет учтено. И оценки выставлены в аттестат. Что касается 11-ти классников. Те дети, которые не планируют поступать в ВУЗы. Которые, может быть, собираются в армию пойти. Или какие-то другие у них планы. Они могут получить аттестат точно так же на основании годовых оценок тоже в начале июня. Те же дети, которые выбрали для себя иной путь. То есть планируют поступать в ВУЗы. Для них ЕГЭ пройдет с 29 июня по 20 июля. Конечно, соблюдение всех санитарных норм. В каком формате? В обычном традиционном. В живую придется прийти. Тут никакого онлайн. Нет, это единое расписание по всей стране. Пункты ЕГЭ готовятся. Все под камерами, как всегда. Никаких поблажек не будет. Единственное, что будут соблюдаться все санитарные нормы. Конечно, это тоже для нас. Еще одно испытание. Еще одно испытание, да. Но готовимся, время есть. Поэтому все будет хорошо. С соблюдением дистанции. Как нам уже сообщили. Из-за этого получается, что увеличивается и количество дней. Да, вот почему тоже целый месяц. Русский язык как раз самый масштабный, самый массовый предмет. Поэтому его на два дня развели даже. Чтобы все было. Оксана Николаевна, вот говоря про оценки. Тоже к вопросу этой качества обучения и так далее. Но вы как-то для себя заметили. Потому что всегда ведь есть определенный процент пятерок, четверок, троек, двоек. Это нормально. Как-то изменилась эта статистика? Грубо говоря, стали ставить больше пятерок, четверок или наоборот больше, скажем так, троек, двоек? Или все осталось по-прежнему в процентном соотношении? Ну, я не знаю. Я считаю, что вот у моих учеников, как кто учился, так он и учится и сейчас. В отношении вот таких неудовлетворительных... Вы не заметили, все-таки, говоря про честность нашу, что какой-нибудь там... Что одни пятерки сейчас будут. А тот, кто с тройки на двойку учится, вдруг стал четверки и получил пятерки? Это так. Такие случаи тоже бывают. Бывают, да? Нет, конечно. Ну, может быть, и есть. Наверное, с двойки на пятерку вряд ли такие возможные случаи. Но то, что дети стали стараться, и, конечно, наверное, чем помладше, тем больше, опять же, есть у родителей соблазн еще как-то помочь ребенку. Конечно, такое однозначно и есть, и может быть. Но вот когда мы говорили о том, какие оценки ставить, и решали на педагогическом совете, что если все-таки какие-то работы не выполняются, или плохо выполнены, или что, можем ли мы вообще, имеем ли мы внутреннее какое-то такое право моральное ставить двойки? Вот обсуждали мы это, да, и говорили, что к этому нужно очень осторожно относиться. Тогда, вот я для себя подумала, наверное, может быть другая крайность. Сейчас у всех будут одни пятерки. Да. Нет. Нет, вы знаете, когда читаешь работы, когда слушаешь какие-то ответы, все равно есть и замечания, и есть и ошибки, и все. Опять так же характерно, как вот у отличник учился, если для него это характерно, и он такой, да, то это пятерка и подтверждается. Если кто-то учился хуже, он все равно подтверждает эти свои знания. Вот по моему мнению так. Кирилл Владимирович, да, соглашусь. Согласен по школе. Конечно, вот это, может быть, это человек со стороны, который школу никогда не касался, он скажет, сейчас, ну все, все будут отличники. Все касались, все учились. Нет, конечно, такой картинки не получилось. Вот, разброс есть и пятерки, и четверки, и тройки. И здесь момент еще есть и такой исполнительской дисциплины, да, насколько вот ученик вовремя отправить, вовремя сесть, утром вовремя встать. Вы понимаете, режим дня для многих оказался нарушенным, да, то есть вот начать, как в школе урок 8.00, звонок прозвенел, и все зоопарты сидят. В домашних условиях, к сожалению, все это вот оказалось не совсем всегда выполнимо, не во всех семьях. Вот, и с этим связана, конечно, и отсылка домашних заданий. Тут вот все показали детки, кто как учился, такой результат за четвертую четверть и показал. Есть, может быть, некоторый всплеск в сторону повышения, да, есть, но это опять-таки для тех, кто хотел, для тех, кто приложил максимум усилий, для них может быть. Вот, но у нас получилось как? Учебный год, это 4 четверти. Три четверти были очны, четвертый четверть сейчас покажет, и мы годовую отметку покажем, уже выставим на основе четырех оценок. Будет все объективно, я думаю, что оценка будет. Сейчас нам покажут рекламу, дорогие телезрители, буквально несколько минут рекламы, а потом подведем итоги нашей программы. Мы сегодня говорим о том, как прошло онлайн-обучение в наших школах. Не переключайтесь. Так, снова в эфире программа «Тема дня». Мы сегодня подводим итоги четвертой четверти в наших школах, которая прошла онлайн. Учились дистанционно все наши ученики и педагоги. Отучились. Осталось совсем немножко. И у меня все-таки, дорогие гости программы, вопрос. Пугают нас, иной раз, что осенью коронавирус может вернуться. Вы уже сейчас, поскольку теперь уже опыт, есть и временной запас, готовитесь, в том числе, к этому худшему варианту, когда снова придется первую четверть, по крайней мере, проводить в таком режиме. Конечно, мы прогнозируем. Мы должны прогнозировать и должны быть к этому теперь готовы. Уже весенние каникулы, когда мы узнали, что у нас такое ждет формат, и поняли, что нет единой платформы для города, для области. По крайней мере, мы говорим сейчас про город. Наши специалисты, управление образованием, разработали продукт такой программный. Мы его назвали СДО «Тверь». И впервые пробировали его в новой школе, в микрооргии Бусилова. Вот целый апрель дети вместе с педагогами данный продукт осваивали. Кстати, опыт положительный. Сейчас после таких праздников мы вышли, и наши еще пять школ подключились в такой режиме апробации. К этой платформе немножко подкорректировали. Нам помог еще Ростелеком, который дал свои мощности, именно серверы, на которых мы могли бы эту платформу развернуть. И сейчас пять школ работают с этой платформой. Для чего? Для того, чтобы апробировать, чтобы в дальнейшем все наши школы, например, с сентября, если вдруг такая будет необходимость, смогли перейти полностью на эту платформу. То есть это проведение онлайн-уроков без, скажем так, зависания. То есть это проведение и видео, и обмен файлами. Сейчас мы планируем задействовать эту платформу для проведения онлайн-лагеря. Но я думаю, что это тема в следующей передаче. Мы планируем развернуть на этой площадке такой лагерь. Это массовое будет такое мероприятие, куда задействованы будет более двух с половиной детей. Единомоментно, скажем так, двух с половиной тысяч детей, которые смогут единоментно выходить, работать и так далее. То есть это как бы первые шаги. Поэтому мы готовимся. Мы готовимся, готовы. Ну, к такому, да, худшему развитию событий. Школы, которые сейчас опробируют эту систему, они дают положительные оценки. Дети, родители. Поэтому будем... Ну, надеемся, что этого не произойдет. Очень хотелось. Все-таки надеемся, что и вакцину придумают, и вообще, может, он сойдет все-таки коронавирус на нет, потому что учиться надо нормально. Для этого у нас школа и существует. Тем более, такие новые замечательные только построили в том же самом Врусилу замечательную школу. Поэтому, ну что ж, дорогие телезрители, мы сегодня подводили итоги онлайн-обучения в школах. Как прошла четвертая червь, как мы выяснили с гостями студии, прошла. Не без труда, но прошла. Все старались, педагоги, дети старались. Кто-то, конечно, может быть, и не старался, но это нормально, кто-то не плевал. Но в целом все-таки, ну это нормально, да, дети есть дети. Ну, педагогик, по крайней мере, приложили все силы для того, чтобы прошла четверть более-менее нормально. Да, есть такие предметы, как физкультура сильно пострадал. Есть, которые люди постарались, педагогик, свести к минимуму. Тот ущерб, который нам нанес коронавирус, надеемся, что он сгинет все-таки летом. Впереди лето, всех поздравляю с окончанием скорого уже учебного года, детей, педагогов. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Хочется пожелать выпускникам хорошей, успешной сдачи экзаменов. И, конечно, всем огромного-огромного здоровья. Всего доброго. Не болейте. Да, не болейте. Ну что ж, до новых встреч. Была программа «Тема дня». Спасибо за внимание.